Привет! Все вы хорошо знакомы с компанией «АвтоСтронг». А теперь познакомьтесь с нашим мото-брендом «МотоСтронг». Мы сами привозим и выбираем мотоциклы из Европы, отдаем предпочтение байкам с минимальным пробегом, без аварийного прошлого и в отличном состоянии. Все наши мотоциклы готовы к поездкам и любым проверкам. Нужен четкий мотоцикл – айда в «МотоСтронг». Ссылочки и контакты в описании. Всем привет! Автомобиль, который мы будем сегодня обозревать, появился благодаря тому, что люди захотели вместо хэтчбеков и универсалов кроссоверы. По сути, в тех же габаритах мы получаем те же самые хэтчбеки, но с увеличенным клиренсом, увеличенной высотой кузова и иногда полноприводные. Так вот, вы на канале «АвтоСтронг» и сейчас мы посмотрим, как всё это работает и что ломается на примере Nissan Qashqai первого поколения. С кузовом у Nissan Qashqai всё достаточно хорошо и добротно. Металл отлично защищён от коррозии. А вот слой краски тонковат и новые машины быстро покрывались кратерами от камешков, а лак терял изначальный лоск через пару лет. Хромированный декор на автомобилях, на которых он присутствует, покрывается пятнами, но, как правило, до ржавчины это не доходит. Хотя годы эксплуатации не щадят и кузов этого автомобиля. Например, вот эти пластиковые дверные молдинги могут протирать краску и тогда оттуда полезут жуки. На самых старых Qashqai ржавчина появляется на стыке кузовных деталей. Например, такое место есть вот здесь, в проёме, возле фонарей. Ну и ещё серьёзная коррозия может появиться в передней и задней частях порогов. Лобовое стекло у Nissan Qashqai слабовато, быстро царапается и охотно трескается от ударов маленьких камней. Трапеция дворников на немалом количестве машин сломалась из-за лопнувших суставов. А именно, ломаются втулки правого поводка, потому что из них быстро вымывается смазка. Есть в продаже оригинальные трапеции, есть неоригинальные, но для ремонта будет достаточно втулок от Lada Kalina. В задние фонари рестайлинговых Nissan Qashqai попадает вода. Это приводит к отказу светодиодов. Электронную плату светодиодов можно заказать в Китае и поменять. Также в Китае можно заказать вот эту молдинг-ручку, потому что частенько при открытии багажника она остается в руках. Иногда на Nissan Qashqai перестают работать замки передних и задних дверей. При этом моторчики в них продолжают жужжать. Причина в разрушении шестерен. Иногда закрывает или перестает работать личинка замка водительской двери. При этом этими личинками не часто пользуются. Поэтому, если что-то с личинкой, нельзя откладывать личинку, а именно ее покупку на будущий год. Летите в «АвтоСтронг-М». Нужная вам личинка, то есть ваша личинка вас ждет. Интерьер Nissan Qashqai сделан из простеньких материалов. Есть жесткий пластик, есть мягкий пластик. Так вот, панели из жесткого пластика на некоторых машинах иногда скрипят при езде. Также обод колеса пластиковый, который в более простых версиях быстро протирается и даже плавится на жаре. У нас у машины пробег 183 тысячи километров. И вот этот кожаный обод, то есть его обивка уже тоже потеряла первоначальный вид. Но я считаю, что это абсолютно нормально. Также рычаг МКПП на автомобилях, естественно, с МКПП поддается полировке ладонью при пробегах до 100 тысяч километров. На многих Qashqai, в основном на дорестайлинговых, облазит хром вот с этих ручек. А также царапается пластик в выемках под эти ручки. Владельцы не стесняются покупать новые ручки в Китае и меняют их самостоятельно. На многих Nissan Qashqai пришлось поменять шлейф рулевого колеса. Симптомы стандартные – перестают работать кнопки на рулевом колесе. Также появляется ошибка по подушке безопасности. Новый шлейф оригинальный с контактной группой стоит 100 долларов. Заменителей предостаточно. Единственное, когда будете менять шлейф, обязательно переставьте датчик положения рулевого колеса, иначе придется калибровать новый. Некоторым владельцам Nissan Qashqai знакома проблема с отказом вентилятора печки. Как обычно, он отказывает из-за износа щеток. Можно купить новый оригинальный мотор, но он обойдется в 350 долларов. Заменителей хватает по более привлекательным ценам. Также есть предложения по щеткам. Если вентилятор печки работает только на высоких оборотах, то это признак выхода из строя резистора терморегулятора. Резистор можно выпаять и заменить на новый. Этот резистор, как и электромотор печки, находится вот здесь, в недрах передней панели, под ногой водителя. Кстати, дорестайлинговые Qashqai славятся слабенькой производительностью печки. Её производительности не хватает в сильные морозы. Владельцев спасает картонка в передней улыбке бампера. Кстати, печка на Qashqai с мотором 1.6 с вариатором работает очень слабенько, потому что всё тепло уходит на подогрев вариатора. На наших дорогах Nissan Qashqai встречаются с бензиновыми и дизельными двигателями. Так вот, бензиновые двигатели объёмом 1.6, как у нас, и 2.0. Практически близнецы. У них алюминиевые блоки цилиндров, цепной привод ГРМ, а также в приводе клапанов отсутствуют гидрокомпенсаторы. Так вот, это очень надёжные моторы по железу. Но на ранних двигателях отметилось растяжение цепи ГРМ. Новые цепи легко выхаживают 300 тысяч километров. При больших пробегах может появиться утечка масла по стыку поддона с блоком цилиндров. Никакой прокладки там нет, т.е. заводской герметик перестаёт выполнять свои функции. На что ещё стоит обратить внимание? Не так уж редко трескается вот этот пластиковый резиновый патрубок от корпуса воздушного фильтра до дроссельной заслонки. Бывают случаи появления эмульсии в расширительном бачке. Масло в систему охлаждения попадает, т.е. продавливается через прокладку между блоком цилиндров и корпусом с термостатом и помпой. Поменяйте прокладку и попадание масла прекратится, но после этого надо основательно промыть систему охлаждения. Также бывают утечки антифриза по прокладке на корпусе термостата, а также бывали случаи перетирания нижнего патрубка радиатора о пластиковый рукав электропроводки. Отдельно отметим, что на двигателе 2.0 бензин надо очень ответственно менять свечи зажигания и затягивать их с усилием 19,6 Нм. В противном случае ГБЦ может легко лопнуть и тогда антифриз попадет в цилиндры, а газы в систему охлаждения. Оба двигателя при неудачной эксплуатации, а именно при экономии на моторном масле, могут здорово начать поедать масло из-за залегания поршневых колец. Иногда на Qashqai появляются непонятные вибрации при включении вентилятора и подключении муфты компрессора-кондиционера. Также при включении передач могут ощущаться рывки. Виновата в этом уставшая правая опора двигателя. Ничего по ее виду сказать невозможно. То есть уставшая она, либо не уставшая. Новые такие опоры оригинальные стоят по $150. Заменителей много, но достойных нет. Точно такие же симптомы и при износе нижней опоры. Износ ее большого демпфера, то есть трещины на нем можно увидеть снизу. Такая опора стоит $70. Довольно массовая проблема на Nissan Qashqai – это растрескивание расширительного бачка. Обычно антифриз выливается вот по этому стыку. Также встречаются случаи вертикального растрескивания, то есть весь запас антифриза выливается. Так вот, оригинальный такой бачок стоит $75. Служит лет пять. Многие владельцы устанавливают бачок от Lada Priora. Он служит хорошо и не лопается. При пробегах в 200 тысяч километров придется заменить бензонасос, потому что он будет плохо качать топливо, что отразится на запуске этого кроссовера, а также отразится на его ускорении. Кстати, бензонасос еще меняли по гарантии из-за того, что лопалась выходная трубка, а также лопалась колба. Из-за этого из-под заднего сидения этого кроссовера был слышен отчетливый запах бензина. А теперь про дизельные моторы. Nissan Qashqai, которые приехали к нам из Европы, оснащались тремя дизельными двигателями. Самый часто встречающийся и хорошо зарекомендовавший себя мотор – это двигатель 1.5 DCI. Кстати, у нас на канале есть подробнейший обзор этого мотора. При пробеге после 200 тысяч километров случаются стандартные неприятности, как и у всех дизелей. То есть лопаются патрубки до и после интеркулера, загрязняется клапан EGR, а также перестает адекватно работать клапан управления турбиной. Ничего серьезного с мотором и топливной не происходит. Не забывайте менять ремень ГРМ, а также не экономьте на моторном масле. Гораздо реже Qashqai первого поколения встречается с более свежими турбодизелями объемом 1.6 и 2.0. Это моторы DCI. Так вот, у этих двигателей тоже чугунный блок, но привод ГРМ цепной и 16 клапанов ГБЦ. Хорошие и надежные моторы. Проблемы, в принципе, такие же, как на 1.5 DCI. Цепь ГРМ, звезды и натяжитель надо менять раз в 300 тысяч километров. Ниссан Qashqai оснащен 5- и 6-ступенчатыми МКПП. Никаких систематических проблем в них замечено не было. Стоит хотя бы раз в 90 тысяч километров освежать в них трансмиссионную жидкость. Обозначим, что 6-ступенчатые МКПП, которые устанавливались в паре с двухлитровым бензиновым двигателем, а также с любым дизельным мотором, оснащены, то есть работают в паре с двухмассовым маховиком. Стоимость этой детали от 750 до 1300 долларов. Ниссан Qashqai с классическим автоматом – это редкость. Такая комплектация существует только в паре с двухлитровым турбодизелем. Все остальные Nissan Qashqai двухпедальные оснащены вариаторами. О них сейчас и поговорим. Итак, 1.6-литровому атмосфернику достался очень неудачный вариатор Jatka GF015E. Это сборник инженерных просчётов и проблем. Каждый, ну практически каждый такой вариатор, я думаю, попадал на капитальный ремонт. Причём, может, даже и не один. Но не будем вам сейчас дурить голову про то, что в нём ломается и что в нём не так. Скажем следующее, что если найти специалиста по вариаторам Jatka, да и просто хорошего специалиста по Nissan Qashqai, то можно с помощью диагностического ПО увидеть очень много параметров. От количества часов работы до давления АТФ в контурах. И таким образом предсказать гибель этого вариатора. Но если вариатор Jatka GF015E ещё жив, то тогда стоит менять в нём АТФ каждые 30 тысяч километров. Обязательно вместе со снятием поддона и чисткой магнитов. А если на магнитах будет стружка, то едьте сразу на ремонт. Так будет дешевле. Вариатор двухлитрового Qashqai намного удачнее. У него нет явных недостатков. При хорошем, адекватном обслуживании этот вариатор пройдёт и 300 тысяч километров до капремонта. Замечено, что он выходит из строя из-за неправильного обслуживания, а именно из-за замены АТФ прокачкой и из-за несоблюдения уровня этой АТФ. Так вот, если обслуживать правильно, менять АТФ частичной заменой каждые 40 тысяч километров и чистить магниты в поддоне, этот вариатор будет служить долго. При любых сомнениях в качестве работы нужен просто хороший грамотный специалист, который досконально не на пальцах сможет его продиагностировать. Ну а сейчас мы поедем на СТУ, чтобы подробнее рассказать об этом автомобиле. У нас хорошие новости. В «АвтоСтронге» теперь вы можете купить не только супер-мега-качественные БУ-запчасти по хорошим ценам, но и абсолютно новые. Так что обязательно звоните нам, пишите в мессенджеры и заходите на наш сайт. Заказывайте! Ну что, мы на СТУ и продолжаем. Выхлопная система на Qashqai слабовата. Со временем практически на каждой машине начинает подсекать глушитель. Всё начинается с фланцев. Страдает первым передний фланец, который сразу находится перед катализатором. Дыры можно подварить, а также можно срезать старый фланец и варить новый. Тут главное, чтобы труба до катализатора была крепкая и не сыпалась в труху. Такое часто бывает. При эксплуатации Qashqai в регионах с солёными и сырыми зимами очень часто встречается коррозия трубки от заливной горловины до бака. Если машина начала пахнуть бензином, то это она – коррозия. Система полного привода никаких проблем на Qashqai не вызывает. Электромагнитная муфта надёжная и долговечная. Но бывают случаи износа крестовин карданного вала. Но они успешно меняются и восстанавливаются на специальных сервисах. Иногда бывают случаи поломки пружин. Обычно ломается только нижний виток. Этот виток опирается на чашку амортизационной стойки через резиновую прокладку. Со временем эта прокладка протирается. В этом случае пружина уже начинает тереть о свою металлическую опору, стирается защитное покрытие нижнего витка, затем реагенты, влага делает свое дело. Это приводит к коррозии. Собственно, нижний виток и срезает по очагу коррозии. Передней подвески Nissan Qashqai. Никаких откровений. Тут передние стойки Макферсона. Оригинальные L-образные рычаги продаются в сборе и цена 105 долларов за комплект. Очень сладкая цена. Ходят рычаги по 150 тысяч километров. Но раньше этого времени может треснуть задний сайлентблок. Цена по оригиналу 30 долларов. Он подлежит перепрессовке. Как видите, шаровая опора здесь отдельно не меняется. А передние тяги стабилизатора стоят по оригиналу за комплект 40 долларов. Опорные подшипники плохо защищены от грязи и влаги. Служат примерно 100 тысяч километров, обойдутся в 55 долларов. А вот ступичные подшипники ходят 150-200 тысяч километров, обойдутся примерно в 160 долларов. Ступичный подшипник является единой деталью со ступицей, поэтому цена соответствующая. Спереди у Nissan Qashqai просятся на замену сайлентблоки переднего подрамника. При их износе появляются глухие стуки и удары при проезде неровностей. Четыре оригинальных сайлентблока обойдутся в 80-100 долларов. Рулевая рейка на Nissan Qashqai успевает пробегать 200 тысяч километров, а затем начинает стучать из-за износа втулок. Эта проблема решается в специализированных мастерских. Правый шрус на Nissan Qashqai слабоват и изнашивается при пробеге в 150 тысяч. Из-за его износа появляются рывки при трогании, а также вибрации при наборе скорости. По итогу, умельцы не меняют шрус, дорогущий целиком, а меняют только трипой. Трипой стоит 50 долларов. Задняя подвеска у Nissan Qashqai независимая. По три рычага на каждое колесо. Хотя в Европе у переднеприводных Nissan Qashqai подвеска проще в виде торсионной балки. Так вот, оригинальные сайлентблоки для задней подвески не продаются. Рычаг оригинальный верхний стоит от 240 долларов. Это очень дорого, поэтому владельцы спасаются неоригинальными сайлентблоками. Советуем выбирать сайлентблоки от одного японского производителя. Сайлентблоки обойдутся по 10 долларов за штуку, а вот оригинальная тяга заднего стабилизатора обойдется в 30 долларов. Сайлентблок продольного рычага стоит 30 долларов. Ниссан Qashqai довольно-таки простой, можно сказать, бюджетный кроссовер. Хороший хэшбэк-озаменитель, серьезных проблем у него нет. Но вот вариатор на 1,6 литровом моторе может потребовать серьезных вливаний в капремонт. Не стоит также мучить моторы экономией на моторном масле. Если вы хотите, чтобы мы и дальше делали вот такие классные подробные обзоры, то нам обязательно нужна ваша поддержка. Подпишитесь на канал, нажмите колокольчик, поставьте лайк этому видео, напишите комментарии, поделитесь этим видео в соцсетях. Помните, что поддержка нашего канала – это плюс 500 тысяч километров к ресурсу вашего автомобиля. С вами всегда была, есть и будет компания «АвтоСтронг».